Виталий Кличко Есть ли что-то общее в спорте и политике? Да, общего много, потому что в политике, как и в спорте, необходимо много работать, чтобы допиться своей цели. Черты характера, которые являются полезными в спорте, я могу использовать в другом месте, например, в политике. Но политика весьма сильно отличается от спорта, особенно политика на Украине. Она скорее напоминает бои без правил. Сколько времени вам потребовалось, чтобы перейти от спорта к политике? Что было самым трудным? Это не легкая справа политика. Она не легче, чем в спорте. Во всем, что вы делаете, нужен опыт. Переключаться от спорта на политику было нелегко. Мне потребовалось много лет, чтобы стать чемпионом по боксу. Самое трудное в политике – понять правила. Есть ли у вас какой-либо образец для подражания в политике? Ну, может быть, Арнольд Шварценеггер, если я не ошибаюсь, его портрет висел у вас над кроватью? Я очень благодарен спорту. Он открыл для меня двери. Я смог встретиться со многими замечательными людьми в мире бизнеса и политики. Встречи со многими меня впечатлили. Я счастлив, что познакомился с Биллом Клинтоном, Йошкой Фишером. Я с огромным уважением отношусь к Рузвитту. На выборах в Киеве вы уже два раза проиграли. Почему? Я не проиграл. Я просто не победил. Багато факторов. Можно искать некоторые шляхи, сказать, что кто-то... Я просто не смог доказать избирателя. Одно, я хочу сказать, что... Что Кличко будет хорошим мэром для Киева. Свою платформу переконать выборцев в том, что мэр Кличко будет на краще мэра Черновецкого. Это. Ваш брат интересуется политикой. Ведь известна семья Кеннеди в США, братья Качиньские в Польше. Быть может быть, когда-нибудь и пара братьев Кличко появится в украинской политике. Мой брат ничего подобного не планирует, но он поддерживает меня во всем, что я делаю. Чего Виталий Кличко боится? Если кто-то говорит, что он ничего не боится, он лжец. Чего боюсь? Я не хочу сказать, чего я боюсь. Потому что это мои слабые места. Я боюсь, что с моими родными стало... Я хочу, чтобы моя семья была в безопасности, чтобы она была здоровой. Да, кое-чего я боюсь. Но это меня мотивирует. Страх мотивирует меня, когда я сталкиваюсь с теми областями, где я не чувствую себя достаточно уверенно. Что движет вами в боксе сейчас? Похоже, что вы достигли всех возможных целей, других достиг ваш брат. Вы знаете, немотивированным быть нельзя. У меня есть мечта в боксе. Скучно жить без мечты. Просто нельзя. Я до сих пор мечтаю осуществить кое-что, но это пока секрет. Вот поэтому я все еще нахожусь на рынке. И поэтому я сейчас залишаюсь в боксе. Правда ли, что вы планируете завершить боксерскую карьеру в ближайшее время после проведения нескольких боев? Я ни в коем разе не собираюсь в эти рекорды. В любом случае, я не собираюсь ставить рекорды, как Джордж Форман, который стал чемпионом мира в 45 лет. В любое время я могу повесить свои боксерские перчатки на гвоздик и сказать, вот и все. Спасибо вам за вашу поддержку. Я оставляю спорт. Некоторые говорят, что только Николай Валуев и Дэвид Хэй могут быть для вас реальными достойными соперниками. Это подтвердил и ваш менеджер. Планируете ли вы драться с ними? Я не могу ответить на этот вопрос, поскольку контракты пока не подписаны. Без этого я не могу ничего подтвердить, иначе это будет лишь пустой болтовник. Николай Валуев значится в книге рекордов Гиннесса. Это самый высокий боксер в мире всех времен. Наверное, боксировать против него необычно. Высокий боксер всех часов. Да, я хотел бы встретиться с ним на ринге. Я знаю, что вы любите и другой вид борьбы шахматы. Играли ли вы с известными шахматистами? Да, я играю в шахматы на протяжении многих лет, но я не профессионал, и я не хочу представлять себя таким образом. Я играл с Владимиром Крамником, экс-чемпионом мира. Он мой друг. В партии против Гарри Каспарова я продержался 31 ход, а это очень неплохой результат.